В Ленёво состоялся третий мастер-класс по грантовому проекту Межпоселенческой библиотеки «Каждый в душе Леонардо да Винчи». Прошло занятие на базе детской библиотеки. Леонардо да Винчи – итальянский художник и учёный, изобретатель, писатель, музыкант, один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения, яркий пример универсального человека. Хотя в первую очередь он известен, конечно, как художник. Социально значимый проект Искитимской межпоселенческой библиотеки под названием «Каждый в душе Леонардо да Винчи» нацелен на подростковую аудиторию с целью приобщения молодёжи к культуре, художественному творчеству и саморазвитию. Нынешняя встреча автора проекта Ольги Лежень с участниками мастер-класса стала уже третьей в Ленёво. Первые две состоялись во взрослой библиотеке. Теперь вот волну и творчество захлестнула и детскую. Сегодня мы будем рисовать сепией с ангиной, мелом и углём. Очень интересная техника, да. И ребята попробуют пользоваться именно новым материалом и как между собой его смешивать. Материалы для творчества, соответственная техника исполнения, каждый мастер-класс разные. Дети, присутствующие на занятиях, тоже. Неизменным остаётся только их количественный состав – пять человек и примерно один и тот же возраст – 14-15 лет. Проект вообще уже заканчивается, идёт уже к концу, как бы, да. Мы уже много где были. И в старый Искитим библиотеку мы ездили, и в Чернореченская сельская библиотека, и в Ленёво мы были уже два раза, да. Вот сегодня в детской меня пригласили. То есть, всем понравилось, все ещё хотят рисовать, да. То есть, проект уже завершается. Мы пробовали рисовать вообще пастелью, акварелью, акварельными карандашами. И вот сегодня сепия сангина, уголь и мел. Крепетишки как реагируют? Ну, сначала… Да, каждый раз разная группа. Ну, сначала они как-то боязно, а потом, походу, уже включаются и становится интересно. Ну, такую технику впервые, да, вот за время проекта? Нет, мы уже рисовали. Где там было? Да, уже было. И как она будет, где там? Прекрасно. Особенно, кто рисует и кто хочет рисовать. Всем нравится. Настольные мольберты, бумага, материалы для творчества. Каждый участник мастер-класса снабжён всем необходимым. Прежде чем приступить к работе, ребята знакомятся с невиданными раньше карандашами. Это сангина. Материал и инструмент для рисования в виде толстых карандашей, изготовленных из белой глины, пигмента из оксидов железа и растительного клея. Вообще, первый, кто рисовал, начал сангины рисовать, это Леонардо да Винчи. Именно он открыл этот материал как художественный. А также дальше продолжил рисовать этюды Микки Иванджело. Ещё один материал на столах у участников мастер-класса – уголь. О нём рассказывать не нужно. Обычный древесный уголь, прессованный с растительным клеем. А вот сепия – материал известный больше в художественных кругах. Сепия, вообще переводится от латинского, это каракатица. Светло-коричневое красящее вещество, оттенка коричневого цвета. Цвет, присутствующий в старом, чёрном-белом фотографиях. Имитация такой фотографии. Натуральная сепия изготавливалась из так называемых чернильного мешка, морских моллюсков именно. Это каракатицы и кальмары. Происходит она вообще из Средиземноморья появилась. И впервые, кто начал рисовать графикой именно в технике сепия, это также Леонардо Галинчи. Участникам мастер-класса предстояло выполнить зарисовку натюрморта. Стол, ваза с цветами, тарелка с персиками. Для начинающих художников, незнакомых даже с основами рисунка, задача крайне сложная, но выполнимая. Руководители рядом объясняют, помогают, пошагово вместе с ребятами наносят на бумагу необходимые штрихи, линии, которые, объединяясь, создают нужный образ. Сначала художники вооружены простым карандашом и ластиком, но как только на листе появляется набросок, в ход идут новые карандаши. Сепии штрихуют светлые места, сангины темные, тень выделяют углем, облики белым мелом. Над зарисовкой натюрморта трудились около двух с половиной часов, после чего сами себе удивились. Первые в жизни картины получились более чем хороши. Большой проект «Каждый в душе Леонардо да Винчи» будет окончен в конце ноября. Тогда же будет организована общая встреча всех участников проекта и выставка работ. За участие в проекте ребята будут награждены памятными подарками и смогут забрать свои работы, чтобы показать их своим родным и близким и время от времени вспоминать о своем участии в таком замечательном начинании от межпоселенческой библиотеки. Редактор субтитров А.Семкин